ЕГЭ провоцирует у школьников депрессию и неврозы. К такому неожиданному выводу пришли психологи. Они говорят, чем меньше времени остается перед началом экзаменов, тем больше к ним обращаются родителей, чьи дети так или иначе страдают нервными расстройствами. Болезни, связанные с ожиданием госэкзамена, даже придумали название – синдром ожидания ЕГЭ. В чем причина этого недуга и есть ли от него лекарства, пыталась разобраться Жанна Алпатова. Первые танцевальные занятия. Они еще даже не знают, как правильно встать в пары. А уже через несколько недель ритмы школьного вальса закружат юноши и девушек. В конце мая начнется экзаменационная пора. Эти одиннадцатиклассники признались – сомнения и страх с каждым днем лишь усиливаются. Мы это все обсуждаем, нам всем очень страшно, хотя, наверное, страшнее учителям, чем нам, они больше, чем мы, беспокоимся за нас. Ну, так, все боимся, потому что неизвестная обстановка, неизвестные люди, не будет рядом родных стен. Учителей, которые помогут, тебе подскажут. Анастасия Касилина, впрочем, как и большинство выпускников, каждый день посвящает учебе. И это не только занятия в школе. После уроков они спешат на дополнительные часы к репетиторам. В эту тяжелую и физически, и умственно, и эмоционально пору, главное, говорят преподаватели и психологи, правильно распределить нагрузки. И как можно быстрее избавиться от страха, который спровоцирован предстоящей неизвестностью. Проработать, потому что, когда есть алгоритм, когда человек понимает, что ему нужно делать, что зачем следует. Вот я пришел, вот я разложил, вот я пишу, вот я прочитал задание здесь, я заполнил здесь. Он уже на это не тратит свои силы, не тратит свою какую-то энергию. И она остается для того, чтобы аккумулировать мозг. Причем поддержка нужна как со стороны семьи, друзей, так и в школе. Во многих общеобразовательных учреждениях города проведены родительские собрания. Встречи с педагогами прошли общегородские обсуждения. Но работа будет идти вплоть до окончания экзаменов. В нашем образовательном учреждении работает исключительно компетентный педагог-психолог, который также необходимую помощь и поддержку ребенку оказывает. Проводятся тесты тревожности детей. Мы стараемся выявлять детей, которые чрезмерно тревожны, которые испытывают какие-либо затруднения эмоционального характера и стараемся им помогать. А еще психологи советуют научить выпускника настраиваться на удачу. Как бы он ни был готов к экзаменам, верить в лучшее необходимо. Тогда фортуна и положительные эмоции не пройдут стороной. Жанна Алпатова, Евгений Леонов, Вести, Рязань.